11 порывов на магистральных трубопроводах. Именно столько повреждений тепловых сетей обнаружено за первые сутки гидравлических испытаний в Красноярске. Напомню, начались они вчера, из-за чего на 5 дней отключили горячую воду практически во всем городе. В ходе испытаний отдельное внимание уделят участку Нововилова, где в четверг прорвало трубу с горячей водой. А также тепловым сетям, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Таких, к слову, в нашем городе 30%. Жители города просят сообщать обо всех замеченных испарениях, порывах и локальных течениях трубопроводов в единую диспетчерскую службу города по телефону 205. Или дежурному диспетчеру Красноярской теплотранспортной компании по телефону 264-18-62. В многомиллионной Москве отключают воду на трое суток. А в миллионном Красноярске испытывают горожан больше недели и в несколько этапов. В некоторых городах от гидравлических испытаний и вовсе отказались. Такое, оказывается, возможно, узнавала Екатерина Погорелова. Москва – огромный мегаполис. Численность населения превышает 12 миллионов человек. Горячую воду в столице отключают от трех до шести дней. В эти дни в разных районах успевают провести гидравлические испытания теплосетей. А это микрорайон Солнечный. Здесь проживают чуть больше 40 тысяч человек. Горячую воду в этом году отключили на целых две недели. Коммунальщики роют землю буквально на каждом перекрестке. Правда, жителям пообещали, что больше отключений не будет. Но в микрорайоне в это слабо верят. Две недели. Вы представляете, у нас двое маленьких детей. Это вообще кошмар какой-то. Вообще ужас. Резная на Воронова там отключает вообще день-два. Все. Отопительный сезон в Красноярске закончился накануне. Теплоснабжающие организации приступили к гидравлическим испытаниям. Только у одной компании на сетях произошло 11 порывов. Специалисты просят увеличить сроки с пяти дней до десяти. Сейчас износ теплосетей в Красноярске составляет более 30%. И, видимо, перейти на новую систему отопления получится не скоро. А значит, отключения горячей воды не прекратятся. Есть федеральный закон, который предусматривает, кстати, к 2022 году перейти к ряду регионов именно на другую систему отопления. Исходя с той социально-экономической ситуацией, которая в целом в стране есть, в регионе есть, в городе, мы будем стремиться это сделать. В основном в европейской части нашей страны отключают горячую воду не больше, чем на шесть дней. Например, в Санкт-Петербурге на два года вовсе отказались от гидравлических работ. Заменили этот способ на современные методы проверки без внешнего вмешательства. Но такая подготовка к отопительному сезону оказалась дорогостоящей. Однако тенденция показывает, что чем дальше за Урал, тем сроки отключения больше. В некоторых регионах горячее водоснабжение отсутствует все лето. Доктор технических наук Юрий Липовко считает, что ремонтировать теплосети возможно и без отключений. Это возможно технически, но нужны огромные капиталовложения, чтобы переделать систему существующую. Миниализировать сроки отключения и стремиться, чтобы жильцы практически это не почувствовали, наверное, возможно. Но уйдут на это не месяцы. Пять дней без горячей воды – это срок только на испытания сетей. Отключать водоснабжение будет в течение всего лета для того, чтобы провести ремонтные работы. И, видимо, уйти от этой системы удастся еще не скоро. Екатерина Погорелова, Евгений Майчев, Новости ТВК.